И так, ну что ж, Ариарума и маленькие любители покушать, и это новая игра на моем канале, и называется она Вальхер. Насколько я знаю, ее многие люди хвалят и многие сейчас в нее играют, поэтому я думаю, попробовать ее попроходить было бы неплохо. А что из этого получится, уже непосредственно решать вам, я запишу изначально несколько серий, и уже по ним будет видно, записываете ли мне дальше продолжение или нет, все зависит сугубо от вас. Но сейчас я могу наблюдать то, что мы летим на какой-то очень страшной птице. В этой игре я знаю ровным счетом ничего, знаю только то, что мы викинг, и в принципе на этом мои познания здесь окончены. Мы хотя бы приземлились, я создал единственное, что персонажа, у нее связь, супер. Меня окружают камни, которых я должен убить, чтобы куда-то там пойти дальше, супер. Самая нужная мне информация, и по идее все. Нет, еще ворон, давай с тобой еще поговорим. Ну типа рассказывает мне основы игры, у меня есть инвентарь, видимо это светка крафтов. Это что у нас такая? Хлопковая туника. Вещи, чтобы носить, нужно носить в инвентаре, необычно. Так, я принес весть, супер. Еще ворон, давай с тобой еще попозарим. Типа предлагает мне сделать топор из древесины и камня. Давайте пробуем срубить немножечко бука. Я уже в принципе вижу то, что мы что-то получаем от этого. Ага, новые предметы. В принципе мы получили немножечко досок. Тоже хорошо, замечательно. И можно найти в принципе камни. Камни, я так понимаю, просто так нам добыть не получится. Для этого нужно подобрать желательно маленькие, если я все правильно понимаю. Опа, необычно. Какая-то постройка. Небольшой такой наблюдательной вышки, я так понимаю. Ягоды. Первая наша еда на долгое время, я так понимаю. Малина. Ну понятно. Кабан. Так, с кабаном я бы видеться пока не хотел. Да, тут есть режим скрытности, это мне нравится. Я бы хотел побольше сейчас пойти нарубить камни. А, вот кстати и камни. Нам доступны новые рецепты. Бина, одноручное оружие. Неплохо было бы попробовать справиться непосредственно с кабаном. Топор, нужно еще немножечко камни и древесины. Давайте здесь попробуем сейчас еще камни найти. А, вот и ворон, кстати, привет. Ага, ты мне рассказываешь про еду. Кстати, вон там еще какая-то постройка, неплохо. Такое ощущение, что до меня здесь кто-то бывал, хотя мир я только что создал. Это добавляет небольшого погружения. Чтобы не пересекаться с тем клоном, я попробую в этом лесу и сейчас еще немножечко древесина рубить. Я добыл смолу, неплохо. И в принципе, мне не хватает древесины для того, чтобы скрафтить дубин. Так, на единичку ее поставлю и у нас хотя бы есть какое-то оружие. Опа, кто это такой? Эй, дядь, привет. А, понял. Мы агрессивные. Ты что, не падает? А, смолость опалдить. Прикольно, дядя. В принципе, древесины я на топорной изначально добыл. Сейчас было бы неплохо нарубить немножечко камни на тот же самый топорик. Топору штучек буквально. Я постепенно улучшаю навыки. Мне это не может, конечно же, нравиться. Но пока к чему это приведет, я без понятия. Первый крафт камня на топором. И замечательно мы его себе забрали. Это мне не может не радоваться. Мы хотя бы вооружены топором и дубинкой. Сейчас попробуем зарубить того кабана, который мы здесь находили. Я потерял того кабана, но не важно. Зато я нашел кибитку. Небольшую такую. Это мне не может не нравиться. А, кстати, вонный кабан, которого я так искал. Привет, братан. Давай сражаться. Все? Я-то думал, кабаны такие серьезные, блин. А это первоначальный моб. Ну ладно. Привет, кибитка. Тебя воззайти-то можно? Можно. О, тут и сундук есть. Золотишко, неплохо. И что это такое? Янтарь. Понятие, что это, но допустим. В принципе, можно было бы остаться в этой кибиске, но я бы хотел пойти попутешествовать немножечко. Оглядеться хотя бы, что есть в округе. Но в качестве ночевки буду иметь в виду, что есть такая возможность. Я так понимаю, тут есть даже карта, которая обозначает у нас все на свете. Я так понимаю, вот это вот спаун. И у нас есть тут исследованный наш путь. Я бы хотел найти какую-нибудь реку поблизости и поселиться непосредственно рядом с рекой, потому что река это жизнь. Опа, еще вражина. Здравствуйте. Давайте сражаться. Но должен признать, музыка здесь не вообразима. О, кибитка. Здравствуйте. Что у нас тут есть интересного? У нас тут есть настил, я так понимаю? А, ну разрушенный настил. И сундук. Срела. Это все неплохо, конечно, но тем не менее. Насколько я знаю, в этой игре есть разделение по зонам. Я думаю, как бы мне вот таким вот маленькими перебежками не выбежать за зону случайным образом. Не попасть в беду. Потому что я же бегу, я не знаю, куда я бегу и что к этому приведет. Поэтому все, что угодно может здесь произойти. Еще какое-то маленькое строение, видимо, недостроенное чая-то лачуга. У меня, скорее всего, она была когда достроена, но тем не менее она развалилась. Ну, куда деваться. А, кстати, вот и вода. И вот здесь мне нравится построить свой дом. Тем более, что от сегилов это не очень далеко. Можно было попробовать выбежать на более приятный глазу луг. Чисто на лугах строится удобнее, нежели вот на таких вот скалистых помещениях. Ну, в принципе, я думаю, что уже скоро ночь настанет. Правда, я солнца не вижу. Вижу гигантское дерево. Ой, ё-моё. А вот вас я, братан, не ожидал увидеть вообще не так. Здесь какое-то небольшое вот такое вот ответвление от основного вот этого вот, я-то не знаю, море это или озеро. Это очень прилично выглядит. Это ратлинги. Что это такое, ребят? Вы дружелюбные? Нет, вы не дружелюбные, я вас понял. Ну, они как бы лайтовые, они убиваются с двух ударов. Хвост Никса. То есть, это Никса. Неплохо. Только что это вообще такое? Неважно. Ага, хвост Никса несъедобный. Понял. То есть, это еда. То есть, под боком у нас практически всегда будет еда, которую можно будет всегда в общей доступности убить. Неплохо. Ну, в принципе, вот это место для первоначальной кибитки, я думаю, выглядит очень даже привлекательно. По крайней мере, мне так кажется. Сейчас попробуем нарубить немножечко вот здесь вот бревна валяющихся. А, срубили и получили мы непосредственно уже с вами бревна. А нет, это древесина, та же самая, что падало с маленьких. Так, давайте попробуем сейчас скрафтить молот. Насколько я знаю, можно с помощью молота строить. Ага, вот и ворон, здравствуйте, однако. Ну, ты принес весь, супер, давай с тобой поболтаем. Вот. Этот ворон сначала предлагает нам построить верстак. Ага. На правую кнопку мыши, строительство, прочее. Вот, верстак. 10 древесин. Теперь мы, по идее, сможем с вами построить верстак. Да, ставим сюда тебя. Там сразу ворон прилетел. Привет. Может создавать сложные предметы, также открыть больше зданий. Понятно все. Находиться под крышей. Давай сделаем тебе небольшую кибитку, я так понимаю. Сделаем тебе крышу. Строительство. Ага, вот нам все открылось. И все. Мне хватило древесины, только небольшую такую платформу. Сразу переношу я верстак, получается, под крышу. И пойду еще рубить непосредственно дерево, для того, чтобы иметь возможность хотя бы построить себе сейчас костер. Так, костер давайте сразу поставим где-нибудь недалеко от нашего дома. Да, в принципе, можно на нашем доме. У него неподходящее место. А, его только на земле. Сюда одеваться. Хотя бы так. Продолжаем строительство нашего дома. А кровать мы сразу можем построить, нет? Мебель. Вот она, кровать. Да, она тоже делается непосредственно из древесины. Сюда мы ее ставим. Замечательно. Я принес весть. Супер. Запасное снаряжение на случай смерти. Понятно. Ничего интересного. Ну все, дерево у меня кончилось. Супер. Так. Можно как-то дверь открыть? Спасибо. И не обжечься об костер. А вот и топор сломался. Надеюсь, сейчас я могу починить, в принципе, на верстаке. Или придется, наверное, крафтить новый. Под крышей. Понял. То есть я его в любом случае починить не могу. Придется выкинуть. В принципе, со слоем стены я закончил. Я не думаю делать дом каким-то уж очень большим поначалу. Поэтому давайте сейчас уже начинать строить крышу. Обычную, вот такую двускатную. Без лишних наворотов. Все. С крыши я закончил, надеюсь. Костер я тоже снес. Для того, чтобы хотя бы иметь возможность нормально попадать в наш дом. Они каждый раз дамажатся. Теперь, по идее, я хочу построить здесь новый костер. И сразу на него вот эти вот стойки для готовки поставим. Так. И сейчас давайте проверим, сможем ли мы использовать верстак. Можем. Замечательно. Можем создавать то же самое. Улучшать мы можем с вами. Для этого нужно... Что-то такое, необходимый уровень станка. Ага. А как мне поднять уровень станка? Пока непонятно. Ну ладно. А, вот. Типа кнопочка починить предмет. Это я дубинку починил. Это я, получается, наш молот починил. А сейчас починил каменный топор. Супер. По идее, все вещи, которые у нас были, я починил. Я, правда, проглядел момент, что требует для починить. Но, тем не менее, деревянные щиты можно скрафтить, но для этого всего нужны инструменты и в качестве всего кожаной обрывки. Я бы хотел сначала скрафтить лук. Но пока непонятно, что для этого нужно и как мне добыть вот эти вот обрывки. По идее, я завалил несколько кабанов, получил эти обрывки. Думаю, в следующий раз нужно завалить кабанов и с них мы получим то, что нам необходимо. Сейчас же давайте построим из мебели сундук. Правда, мне на это ничего не хватает. Тем не менее, я бы хотел сейчас его построить для того, чтобы просто иметь возможность складировать все ресурсы. Просто туман. Просто плюс 10 очков к погружению сразу. А, вражины на поле. Нефиг на богатырей русских соваться. Знаешь же, что проиграешь. Я хотел поставить сюда сундучок. Ставим его. И получается, в сундук я складирую все, что мне не нужно. Так, пока я ставлю себе кожанку. Стрелы. Вдруг я себе скрафчу каким-нибудь образом лук. Непосредственно досочки. Так, хорошо, замечательно. Так, я могу поставить? Ага. Поставил точку возрождения. Невероятно классно. Пока что, я так понимаю, не могу себе сделать ничего такого из поле улучшенного оружия. Потому что мне нужны какие-то инструменты, помимо этого всего. Так, для начала я бы хотел поставить себе какую-нибудь меточку. Давай, давай, давай! Ударь! У-у-у-у! Это невероятно. Увидели его? На уровне у оленя. Сырое мясо, шкура оленя. М-м-м. Тем не менее, кожаные обрывки я не получил. Видимо, кожаные обрывки падают непосредственно с кабанов. Кабанов в последний раз я видел непосредственно на начальной локации. Давайте попробуем туда сбегать. Может быть, там они еще будут? Потому что если мы сможем сейчас найти необходимое количество этих обрывков, то мы сможем на оленя охотиться более эффективно. Э, какая-то метка появилась на карте. Эйк-тюр. Я попробую сейчас на нее сбегать. Знаете ли, что из этого путного выйдет? Но если меня убьют, то я ничего сильно не потеряю, надеюсь. По пути какой-то домик еще залутал с сундуком. Ну и в принципе, там ничего интересного не было, кроме стрел, которые я никак не могу использовать. Потому что до сих пор не могу найти кабанов. Не то что убить, просто найти. Мухомора? Здравствуйте. Нашел кибитку. Больше похоже на будку какую-то. Непосредственно с чистоколом. Это интересно. И я пришел на метку. И что, простите, я здесь должен обнаружить? А-а-а. Вот что я... О, е-мое. Что, ворон, так пугаешь? Делайте правильное подношение алтарю, и появится павший. Так, лучшие доспехи. Так, его сложно... Посредственно, это самое. Я понял тебя, ворон. Мистический алтарь. А что тебе нужно? Ага, это олень. Ловите его с сородичей. Это невероятно классно, но тем не менее. Жертвенный алтарь. Ну ладно, будем знать то, что для того, чтобы призвать... Так, моего первого босса, нужно больше шкур оленя. Мне бы шкуру кабана найти. Был бы вообще супер. Кабан! Привет, братан. Я по тебе скучал. Кожаные обрывки. Три штуки, их восемь, по-моему, надо. Как я и говорил, я нашел недалеко от этих вот мест. Надо сейчас еще и бегать их искать. Неужели еще один кабан? Три кабана! Офигеть! Привет, ребят. Я вас так долго искал, и по пути домой уже, когда стемнело, я уже вас нашел. Можно вас побольше, пожалуйста, а? Но это все равно маловато, три кабана подряд. Так обрадовался, и такое разочарование, то что их так мало, но тем не менее. Хотя бы что-то. Только сейчас заметил то, что камни возле моего дома образуют какой-то симметричный круг. Видимо, это что-то здесь было раньше. Так, я повесил непосредственно мясо оленя. Жарится? Может быть, когда-нибудь оно здесь пожарится? И спать. Рядом с костром? Что-то новенькое. А вот и приготовленное мясо. Ну-ка, попробуем его съесть. Посмотрим, сколько оно восстанавливает нам всего. Это гораздо больше, чем все остальное. Это меня не может не радовать. Так, раз костер нужен, давайте его организуем непосредственно вот здесь. А где еще я могу это сделать? Получается, оттуда мне тоже опять надо будет перенести костер. Я вообще домой пришел чисто, чтобы поспать. Потому что ночь наступила, и надо было все равно провести ее как-то. Комфорт 4. Ух ты, 58 хп сразу из 25, неплохо. Заночевали мы дома, и можем пойти снова рубить непосредственно наших кабанов. И для начала было бы неплохо найти, на самом деле. Но, тем не менее. Иди сюда. Иди-ка сюда. Рассказывай, где твои братья... Засранись. О, нифига его с первого удара кританул. Здравствуйте, закон подлости. То есть, когда мне остался всего один кабан, тут сразу их сколько? Как это работает? Ну, давайте я всех, что ли, у Кокошу заодно. Давай, последний братан. У нас даже с лихвой получается сейчас кожаных обрывков. И давайте направляться уже непосредственно домой. Сейчас мы с вами скрафтим лук. И сразу несколько стрел. Хотя бы каких-то первоначальных. И будем уже охотиться на олени для того, чтобы призвать что-либо. Жертвенный алтарь, еще один. Но я же находил здесь еще и тюр. И здесь логово олени. То есть, их два. Возможно, еще даже больше. Ладно, это очень странно. Зачем делать два алтаря олени? Здравствуйте, верстак. Очень приятно с вами познакомиться. Давайте мы скрафтим с вами, с вашего позволения, лучок. Ееее, мы с вами его скрафтили. И по идее, что для стрел вообще нам нужно? Серьезно, только древесина? Ну, это деревянные стрелы. Сейчас пойду немножечко нарублю древесину. Для того, чтобы скрафтить стрелы себе. И пойдем уже с вами на охоту. Хотя бы с деревянными стрелами, чтобы мне не сильно напрягаться. Еще один кабан. Ну блин, что за закон подлости? Как это называется? То есть, я бегал, до этого полчаса найти ни одного не мог. А сейчас нашел сразу много. Ну блин, это я так не играю. Я сейчас в виде эксперимента рублю возле своего дома непосредственно только маленькие деревья. Чтобы проверить, вырастут ли они еще. Кстати, вот олень. Привет, братан. Да, целится, конечно, мой персонаж очень долго. Я знаю, тут есть баллистика. Убил? Убил. Ха! Прикольно. Да, с баллистикой тут есть определенные проблемы, но тем не менее. Еще одного убил. Уже тем временем я получил 6 оленей шкур. Темена бука, кстати, я получил. Это, видимо, при рубке получилось. Но не важно. Всего потратив 5 стрел при этом. Оп, еще один олень. Здравствуйте, однако. Убежал, зараза. 100 каменных стрел мне хватит, я надеюсь. Теперь инвентарь полностью у нас разгружен по максимуму. Я не знаю, сколько шкур оленя потребует у нас для призыва того босса, но было бы его неплохо сейчас попробовать призвать. Но для этого нужно немножечко походиться. Конечно, охотиться от третьего лица это тоже еще извращение, но тем не менее. Но мы с вами неплохо справляемся с убийствами. Ну серьезно, опять закон подлости. Когда я бегал за кабанами, было много оленей. Когда я пошел за оленями, кабанов много, оленей вообще нема. Блин, ну как это работает? Ну зачем так делать, я не понимаю. Оп, попал. Не, к баллистике я уже здесь привык, она не особо сложная. Так что я думаю, что все хорошо должно быть. В принципе, у меня есть 12 шкур. Можно попробовать сходить, призвать. В принципе, это практически 12 убитых оленей. Так что я думаю, должно хватить. Может быть, там не шкуры, кстати, оленю нужны, а именно оленей трофеи. Когда я приходил в прошлый раз на этот алтарь, у меня не было этих колов. В принципе, я думаю, что мне всего хватит. Не более, что у меня и лечилки как бы есть. И да, есть, все нормально. Пожертвовать предмет. У меня есть, давайте пожертвуем голову оленя. На семерочку. Так, я что-то передумал жертвовать. Выбираем непосредственно каменные стрелы. Ё-моё. Ребята, мне страшно. Молния! Ты серьезно? Стой, 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 стой. Я же мирно к тебе. Я же всего лишь хотел тебя убить. Зачем так агрессивно сразу? 12 хп! Да, выносилось быстро. Кончается, нужно ее экономить, пытаться и мансовать как-то, не знаю. Что-то очень жестко. Братан, ну зачем ты на меня так? Ух ты. Увернулся. У него еще есть атаки по площади. Целенаправленные атаки. Ну, я думаю, я сейчас успешно умру. Прыгай, 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 убегай, 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 убегай. Ну да. От его АОЕ атак я фиг увернусь. Надеюсь, что если я сейчас приду сюда, и мой же труп персонажа останется, надеюсь. Охоте на лезвие с оружием дальнего боя можно добыть много мяса и кожи. Спасибо. Я уже догадался об этом. О-о-о-о. Я его победил. Супер. Это было жестко. Было крайне нелегко. Мне что-нибудь с него выпало? Трофей. Мне выпало с него. Отрубленная голова источает силу перенесить ее к жертвенным камням. Да. Было жестковато, но тем не менее. Я принес весть. Супер. Давайте попробуем сейчас отнести этот удар тем богам. Что бы это ни значило. Как бы мне сейчас с холода не подохнуть. Выносливости очень сильно не хватает. А также не хватает аналогов восстановления жизни. Потому что что-то они очень медленно уж восстанавливаются эти жизни. А также и выносливость. Возможно, мой стиль игры не особо правильный для этой игры. Но тем не менее. Оленя же я убил. Ну пусть со второй попыткой, но тем не менее. Так, жертвенный камень. Прочитать. Это окей. Прикрепить предмет. Активировать силу. Активировано. Активировано. Ух, блядь. Ворон. Что, что меня пугаешь? Вам дарована сила Эктюра. Используйте ее при необходимости. Следующая цель. В черном лесу идите туда и следуйте земли, чтобы найти затерянные сокровища и ресурсы. Древние ждет. Я так понимаю, это следующий босс. Неплохо. Я бы хотел сейчас справиться домой. Во-первых, сейчас ночь. А во-вторых, мне нужно поменять штаны. Потому что мне кажется, эти немножечко уже... Все. Так, и теперь давайте посмотрим. Кирка. Из-за леньего рога. То есть, мне доступна теперь добыча камней. Неплохо. Это очень даже неплохо. А скажем, что-нибудь интересно, мне еще доступно? Нет, к сожалению. Зато мы починили с вами все инструменты необходимые. Зачем трофей и кабана мне нужны? Это еще отдельный вопрос. На которого ответа пока что у меня нет. Я бы хотел еще один судачок поставить сюда. Потому что места крайне мало. Так, давайте попробуем срубить камень. У меня здесь есть он. Ага, ворон еще прилетел. Минералами. Можно найти медь. Трехните землю. Понятно. Можно найти медь, но в черном лесу. А мы сейчас в обычном, в лугах. Поэтому я сомневаюсь, что здесь можно будет найти кто-нибудь, о чем говорил нам сейчас ворон. Так, с камня падает, как ни странно, камень. Это замечательно. А я бы хотел посмотреть, доступны нам еще какие-нибудь производственные вещи. Нет. Нет. Ничего интересного, кроме частокола и забора. Ну, в принципе, это вещи, которые были доступны до этого. По крафту нам тоже ничего интересного не доступно. Ну, я ничему удивляюсь, это был первый босс. Давайте поспим, из-за того, чтобы хотя бы был день. Помните, я здесь полностью все срубал, и здесь не было никаких вот ни ростков, ничего. А сейчас здесь маленькие такие дубовята растут. И мне кажется, рано или поздно здесь вырвется снова лес, поэтому можно, я думаю, его рубить без зазрения совести. Тем более, что он обладает некоторой способностью к самовосстановлению. Так, апгрейд, ага. Все-таки второго уровня у нас до сих пор нет у станка. А как мне его достичь? Можно мне, пожалуйста, объяснение? Вот, уровень станка 1 можно повысить, создавая улучшение. Как я могу создать улучшение, если для того, чтобы создать улучшение, нужно повысить уровень станка? Или, в принципе, нужно что-то создавать, без разницы, что? Да, тут ничего не написано. Видимо, это нужно будет читать мне непосредственно в Википедии. Ну, а этим я уже займусь непосредственно в следующей серии. Игрушка мне, в принципе, понравилась, и я думаю, то, что нужно будет ее обязательно продолжать. Ну, и уже в следующей серии мы пойдем в Черный лес. Что обещает быть безумно интересным. У микрофона был, как всегда, ваш покорный слугам Амору. Еще услышимся. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...